Я задам вопрос, который Олегу Менщикову задавал. У вас мыши есть в театре? У него же тоже театр теперь. Ну, театр без мышей это делает плохое. Вы хотите кошку пристроить? Я хочу пристроить эту вот бездомную кошку. Я зовут Долорес, и ей всего годик она стерилизована, но мышей ловят. То есть вы хотите сказать, она готова как бы жить стоя? Да, мы отдадим ее в хорошие руки, если у вас в театре вдруг кто-нибудь захочет. Ну, сейчас я просто позвоню директору, потому что если я приеду просто с кошкой... Нет, ну да, мы после эфира, да? Я художественный руководитель все-таки в театре, а не главный начальник, поэтому если директор разрешит, я сюда всему возьму ее. Отлично, будем считать, что доброе дело мы сегодня еще одно сделаем. А у вас, кстати, домашние животные есть? Собаки. Собаки тоже, как у меня. Но, правда, одно время я жил кот с собакой. И жили вполне дружно. К сожалению, и тот, и другой уже умерли. Но это была дружная компания очень. Причем главным был кот, естественно. А ну, потому что кот, видимо, был раньше, да? Он был на этой территории, нет? Нет, нет. Кот вообще, коты ведь, ребята, они тигровые. Притом он просто маленьким пришел, когда у меня был пес очень уже взрослый. У меня был Коля, а Коля, они такие пастухи. Они любили всех... Вот покойный Крис любил собирать всех вместе и охранять. Они такие собаки-пастухи. Он любил, чтобы все сидели вместе и смотрели телевизор. Он не любил, когда шлялись там по разным углам квартиры. Он это терпеть не мог. И когда пришел маленький кот, то он уже нам подарил его мой товарищ. И он понял, что он раз маленький, надо за ним ухаживать. А маленький вырос и обнаглел. Так бывает очень часто. Бывает все время в жизни. Это да, это схема, которая работает. А у вас два сына. Они, наверное, там отдельные семьи, да, у них? Ну, они живут отдельно. Да, у них есть домашние животные? Нет, к сожалению, нет. Нет, нет, нет. Непалиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.